Эти девушки могут повалить любого соперника. Это они уже доказывали не раз и намерены броском через бедро взять верх над зюдоистами из других стран на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Сезон у российской женской сборной стартовал 3 января тренировочными сборами. Сначала Италия, потом Австрия, а сегодня на татаме Южного федерального центра вышло больше 60 спортсменок. Это не весь состав. Многие проходят обязательное медобследование, но уже завтра к тренировкам подключаться остальные. По словам тренеров, у многих спортсменок уже есть именные путевки на игры, но в некоторых весовых категориях еще недостаточно рейтинговых очков. Время на то, чтобы их заработать, еще есть впереди три важных турнира. У нас сейчас задача ближайшие три турнира – это Израиль, Португалия и Парижский Грандшлем. Поэтому у нас тут состав готовится на несколько турниров и несколько планов. В общем, все равно цель наша – это Олимпийские игры. Эту же цель преследуют и спортсмены в соседнем зале. К командному отборочному олимпийскому турниру готовятся национальные мужская и женская сборная по настольному теннису. Мы 19-го числа выезжаем в Португалию, где произойдет этот Олимпийский отборочный турнир. Но также на сборе участвуют не только участники этого Олимпийского отборочного турнира, но и, можно сказать, резерву сборную, кандидату сборную. Более молодые, но не менее амбициозные, которые уже тоже хотят играть за сборную страны. Многие молодые спортсмены уже выступают за разные клубы. Среди девушек много очков за участие в юниорских соревнованиях получила Анастасия Колеш. Лидер в рейтинге среди юниоров – Лев Кацман. На этих сборах он готовится к предстоящим турнирам. У меня матч в Германии в лиге за мой клуб. Во второй лиге я играю за клуб. У нас матч первого числа будет. Да и вообще много предстоящих турниров важных, как Европа до 21. Чемпионат России по мужчинам, который будет в Москве, тоже, в принципе, уже совсем скоро. Каждый турнир важен, поэтому нужно подходить в хорошей форме каждому турниру. При формировании команды на Олимпиаду в настольном теннисе большое значение имеет индивидуальный мировой рейтинг спортсмена. Пока наиболее вероятные кандидаты среди женщин – Полина Михайлова, Яна Носкова, Мария Колобкова. Среди мужчин – Кирилл Скачков и Александр Шубаев. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.